Из Днепропетровска Бах спрашивает, чем Баха из Днепропетровска? Как я понимаю, по мере продвижения, мое эго противостоит учителю и товарищам, как быть себе, если преобладают такие ощущения, ты не можешь отделить себя. Это хорошо, не надо этого стыдиться. Потому что, во-первых, то, что раскрывается в человеке, во мне, раскрывается то, что есть. И слава Богу, что сейчас это раскрылось. Я сопротивляюсь Творцу, я сопротивляюсь Учителю. Может быть, Творцу не так уж, я его боюсь, так у меня это как-то размыто, но Учитель, я им вообще могу пренебрегать, и это прежде всего приходит, это есть. Вопрос, как я работаю с тем, что раскрывается во мне. Вплоть до ненависти, до состояния, где я больше не могу терпеть. Как духовность. Ты не можешь просто так, Творец-то далек, у тебя нет с ним общего ощущения. Но группа, товарищи, а уж тем более Творец, это все, относительно них ты раскрываешь ненависть. А что ты думаешь? Те товарищи, которые были, которые находились рядом с Раби Шимоном, только между собой почувствовали эту ненависть, а относительно него нет? И относительно Творца нет? Это же все одно и то же. В конечном счете, это раскрывается именно так. Но говорится о товарищах, потому что это есть место работы. Там место работы. Ты не можешь иметь какого-то прямого отношения к Учителю. У тебя нет с ним прямой связи. Только через группу. Так что... Поэтому не об этом речь идет. Не о том, как они относятся к Раби Шимону. Но, тем не менее, именно в этой форме. Сам предмет ненавистен. Так как его источник может быть приемлем? Как его можно нененавидеть? Да? Но! Теперь мы говорим о том, как преодолеть. Это именно то, чем мы сейчас занимаемся. То, что мы изучаем. Только представлять себе, что я нахожусь как нижний относительно него, а он высший. И я должен аннулировать себя и быть с ним, быть в нем как зародыш. Включиться в высшую ступень, и я тем самым нахожусь там и получаю все, что мне нужно. То, что мне необходимо. Эгоистически мне имеет смысл таким образом с ним связаться. Группа, учитель, товарищи. Иначе ненавидеть? Так, ненавидеть просто, с этим нечего делать. Это просто чувство. Мне сейчас над этим чувством нужно дать знание, мысль, решение, картину того, как они относительно меня все-таки являются высшими. Я должен в них скрыться, и там я найду Ор Макив и все, что мне нужно для того, чтобы расти. Не забывать. Разум выясняет и упорядочивает чувства. Поэтому раз разум, раз чувство. Раз разум, раз чувство. Когда чувство преобладает, мозг не работает. А когда чувство преобладает, и ты можешь как-то его пробудить, обрести над ним определенный контроль, ты можешь выйти из него и работать с ним. Вот. Не забывайте об этом. О чувстве, о разуме, который работает один с другим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова